Про Брагинскую фотоэлектричную станцию у Беларуси подшули в 2016-м годе. На той час это был самый буйный парк солнечных батарей в Украине. Его могут не все ухопая, как по ясный летний день забеспечить электроэнергии три такие районы, как Брагинский. Инновационный проект, реализованный при международной финансовой потребции Майя, и еще нескольких плюсов. А первая станция размещена на землях, выведенных сельских из подачек оборотов. По другое, выкористание солнечной энергии заместо природного газа уже дозволило продухелить выкиды у атмосферу, маль тысячи тонн углекислого газа. Хоть только солнечными батареями на Брагинщине не обмежавалися, причем с семи профинансованных Евросоюзом местовых инициатив поспеховыми оказались усе. Быда и самая смачная реализованная инициатива, моя назву Брагинской прессмаки, в ее рамках одновили приготовление страв, якие были распоседжены тут в Сагодде. Тому теперь на Брагинщине знов можно подспробовать квасовки, хрущики и налисники. Налисники, дороже, это такие блины с маковым и творожным начинным. Пачас визита у Брагин простанков дипломатичных миссий, головная увага, работе, что проводится у рамках проекта ПРААН, саденчание развитию на местовом узровне, брагинщане оказались людьми инициативными. Медперсонал районной больницы реализовал проект инновации у здоровья, у рамках какого створены мобильный учебный центр, проведены кермаши здоровья и организовано обследование насильства на онкозахворомость. Местовый фонд предпринимательства и сельского развития ориентуется на выращивание сельскохоспадатших культур. Поколь – основный рынок сбыту Гомельская область, але у планах выйти на внешние рынки. До речи, у часа основания Советского Союза брагинские яблоки поставлялись у московский Кремль. Две инициативы позволили людям утвердиться в том, что, живя на территории Брагинского района, они делают это правильно, они делают это хорошо. И то, что они делают, на самом деле, очень нужно для нашего региона. Мы немножко научились зарабатывать. Выники визитов представленников дипломатических миссий на Огомщину и окрасивания перспективных макерунков для дальнейшей работы огучиваются подчас проведения круглого стола, поширения биоразностальности потерпелых территорий, трансграничное супрационерство, развитие зеленой экономики, повышение рухольной активности людей с инвалидностью. Международное супрационерство по устойливому развитию мая на увазе самые розные накерунки. При одной оборудовательной умове оказанная допомога повинна содействовать огульному повышению экономичной стабильности регионов. Завершили деятельность этого большого, крупного проекта Евросоюза, который реализовался через ПРООН. Но я надеюсь, что такой большой проект настолько, насколько он показал свои результаты, и настолько, насколько есть спрос на такие инициативы. Я надеюсь, что это будет продолжаться. Мы, конечно, будем это разговаривать с Евросоюзом, чтобы они дальше финансировали инициативы такого типа. Олег Синтеров, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район.